В эфире итоговый выпуск программы «Бугинформ». Я, Виктория Сащенко, и корреспонденты информационного отдела расскажут о том, какими событиями была отмечена прошедшая рабочая неделя, что интересного нового произошло в городе Бресте, информационных поводов было достаточно много, а потому выпуск будет многоплановым и насыщенным. Коротко о главных событиях. С официальным визитом центральный город Брещен и посетила делегация из провинции Аньхой Китайской Народной Республики, а также представители руководства Иркутской области Российской Федерации. Анастасия Стропко расскажет о достигнутых договоренностях. Ни шагу назад, а за нами Москва. Трансформировать военный и личный опыт ветеранов в новые современные формы работы с молодежью, сохранив связь поколений. Об этом шел разговор на торжественном мероприятии, посвященном 75-летию со дня победы битвы за Москву. Служить народу и отечеству сегодня присягнули более 650 новобранцев Брестского гарнизона. Специальный репортаж Анастасии Ноздринплотницкой о подготовке к торжественному дню в 38-й отдельной краснознаменной десантно-штурмовой бригаде. Телевизионное знакомство. Лучший книжный блогер Рунета Брещанка. Мама со стажем Катерина Таберко. Прямо сейчас об этом и не только. Налаживание зарубежных связей и контактов – важная составляющая экономического развития любого региона. Для Брещины вопрос также актуален. Укрепление позиций на международном рынке требует не только увеличения объемов товарооборота, но и постоянного поиска новых партнеров и потребителей продукции. Быстрее и эффективнее всего такие вопросы решаются в ходе личных встреч и переговоров заинтересованных сторон. К примеру, таких, как состоялись в Бресте на текущей неделе. С официальным визитом центральный город Брещины посетила делегация из провинции Аньхой КНР, а также представители руководства Иркутской области Российской Федерации. Подробности в первом материале выпуска. В начале недели на Брещину прибыла делегация из Поднебесной. Представители провинции Аньхой нашу область посещают впервые. Однако заочные контакты были налажены около двух лет назад. Пришло время перевести их на новый уровень. Я думаю, что регулярный обмен делегациями позволит нам лучше узнать и понять друг друга. Как следствие, появится еще больше вариантов сотрудничества. Особенно в контексте формирования шелкового пути. Верю, что мы сможем максимально использовать наши возможности для развития экономик двух стран. Одна из целей визита делегации – ознакомление с возможностями предприятия и организации Брещины. Особое место в списке занимает Брестмаш. Предварительные договоренности о сотрудничестве одной из китайских корпораций с данным заводом уже есть. Основное направление деятельности, которое мы сегодня развиваем, это сотрудничество с нашей компанией, с предприятием Брестмаш, китайская автомобильная корпорация «Ржак» по производству малотоннажных автомобилей, как грузовых, так и пассажирских. Сборка под маркой «МАЗ» и реализация на территории Евразийского Союза нашей продукции. Это дальнейшая перспектива нашего развития. Кроме того, мы планируем развивать и логистическую деятельность данной корпорации, возможно, с другими компаниями провинции Аньхой, ну и, конечно, торговые, культурные, студенческие связи. Стороны договорились развивать взаимодействие, а также ежегодно обмениваться визитами. Серьезность планов подчеркнул официальный документ – протокол о намерениях по установлению партнерских отношений. О налаживании экономического диалога с Поднебесной на текущей неделе шел предметный разговор еще на одном мероприятии – второго промышленной палате состоялся семинар-практикум для представителей бизнеса региона. В центре внимания вопросы выхода на китайский рынок. Как сделать это грамотно, где найти надежных партнеров, каковы особенности юридической и правовой сфер. Отвечали на них специалисты, работающие с Китаем не один год. Как у любого моста должно быть как минимум две опоры, так и в работе с Китаем. Хорошо иметь человека активного здесь, в Беларуси, который будет заниматься этими вопросами. Но также необходимо, чтобы кто-то был на той стороне моста, кто-то очень желательно с китайским языком, со знанием китайских юридических моментов, потому что тогда можно очень быстро, оперативно наладить экспорт в Китай. Однако, несмотря на процесс диверсификации рынков сбыта, сегодня ведущим импортером белорусской продукции является Россия. И в этом направлении также еще есть куда расти. Подтверждение тому – встреча с представителями Иркутской области. Делегация приехала в Брест после переговоров с главой государства Александром Лукашенко и подписания с правительством Беларуси соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом, культурном и гуманитарном сотрудничестве. Прорабатывать вопрос взаимодействия детально поручено рабочей группе под руководством председателя Брестского облсполкома Анатолия Лиса. Первое ее заседание и состоялось в городе над Бугом. Стороны выразили уверенность – нам есть, что предложить друг другу. Много есть вопросов, по которым мы взаимодействуем. Но и сегодня товарооборот 2 миллиона долларов в год запрошенный – это тоже для нашей области. Ну, небольшой, конечно, но вместе с тем, я думаю, что есть перспективы для наращивания. Это мы поставляем и молоко, и сахар, поставляем белый солод, наша продукция используется у них. Стим очень активно поставляет машины для дорожной техники, для разметки и так далее. У нас находится Гефест техника, я говорил. Поэтому очень много у нас есть направления работы, и то, что мы говорили, это и культурные, и туристические, и другие. То есть мы будем работать не только по направлению, допустим, экономическому, есть и другие направления работы. Думаю, что мы еще добавим в то, что мы вчера и позавчера наметили, еще ряд направлений, которые уже явно видятся, что мы с ним по ним можем сотрудничать. В первую очередь, конечно, это сельское хозяйство, лесной комплекс, который и здесь тоже хорошо развит, лесопереработка прежде всего. Поэтому, знаете, планов у нас громадье. В рамках мероприятия состоялась церемония подписания протокола первого заседания рабочей группы по развитию сотрудничества Республики Беларусь и Иркутской области России. Документ должен поспособствовать максимальному обоюдовыгодному использованию потенциала. Анастасия Стропко, Эдуард Бакунович, Андрей Щерба, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. Стропко, Эдуард Бакунович, Андрей Щерба, Дмитрий Лазарчук. Защищая Родину. Благодаря патриотизму миллионов советских людей победа была одержана. Накануне в городе над Бугом состоялось торжественное мероприятие, посвященное 75-й годовщине московского сражения. Московская битва – это именно то сражение, которое является началом поворота в ходе истории Великой Отечественной войны. Обладая превосходством в живой силе и технике, гитлеровцы смогли приблизиться к столице СССР, но они не учли одного – народного патриотизма. Ни шагу назад за нами Москва. Эти слова повторяли как молитву. В этот страшный декабрь каждый понимал – нельзя допустить, чтобы Гитлер захватил Москву. За каждую пять земли стояли не на жизнь, а на смерть. Солдаты и партизаны, ополченцы, старики, женщины и дети. Все они стали героями, так же, как и легендарные защитники Брестской крепости, первыми вставшие на защиту рубежей Родины. Год 75-летия победы над Москвой. Для нас брещан тоже праздник и событие, потому что эта победа на самом деле родилась здесь, у стен Брестской крепости. Вот почему мы в городе Бресте в течение всего года проводим многочисленные мероприятия с ветеранами Великой Отечественной войны. На территории Брестской области сегодня проживает пять ветеранов, сражавшихся за столицу Советского Союза в декабре 1941-го. Среди тех, кто защищал рубежи московские, наша землячка, брещанка Вера Семеновна Проневич. Будущей медсестрой на фронте, 19-летняя Вера достаточно насмотрелась на ужасы сражений. Она прошла дорогами войны от Бреста до Германии. И даже спустя годы помнит, как выносила с поля боя раненых солдат, спасая жизни, не раз рисковала своей. Была тяжело контужена, но силы духа не потеряла. С госпиталя ушла на фронт. Все еще неутолимой болью в сердце Вера Семеновна делится своими воспоминаниями. В те моменты спасала только Вера – в себя, в народ, в победу. Я ходила и в атаку, и в рукопашной схватке участвовала. И с окружением выходили с боями. В общем, это большая книга, которую надо написать. И люди бы читали и плакали. Больно вспоминать. А вы знаете, женщине, девушке – это необъяснимо. Это непонятно никому. Не дай Бог. Жизнь быстротечна. Ветераны уходят. Сегодня в Бресте их менее 300. Но память о тех, кто пал на полях сражений в ту страшную войну, кто воевал за наше мирное небо и славное будущее жива. Сегодня задача представителей Брестской вертикали власти – трансформировать военный и личный опыт ветеранов в новые современные формы работы с молодежью, сохранив связь поколений. Об этом шел разговор на торжественном мероприятии, посвященном 75-летию со дня победы битвы за Москву. Одним из этих удачных форм, я считаю, вот этот фильм, который снят совсем недавно, «28 панфиловцев». И по праву считается, что после фильма «Брестская крепость» это второй фильм о войне, который произвел фурор. Это очень здорово, что полные залы на театрах города Бреста. Очень здорово, что в этих залах молодежь. Очень здорово, что с современными технологиями, компьютерными в том числе и так далее, идет правда о войне. Правда о том очень суровом времени, которое пережили наши уважаемые ветераны. Нам очень важно, чтобы наши подрастающие молодежь, школьники, студенты знали правду войны, знали, кто победил, какой ценой, какие были жертвы отданы за то, чтобы у нас сегодня было с вами мирное небо над головой. Любое с через бинокли золотыми куполами столичных церквей и соборов фашисты уже представляли, как скоро будут идти по Красной площади победным маршем. Да, их дикое, незнающее преград желание сбылось. Они прошли, но в другом амплуа. Это был марш стыда и позора. Их знамена под рук барабана были брошены у стен Кремля на параде победы, состоявшемся в Москве на Красной площади во знаменовании победы СССР над Германией в Великой Отечественной войне. Более 650 новобранцев Брестского гарнизона сегодня поклялись в верности народу и Отечеству. Торжественные церемонии принятия военной присяги состоялись во всех регионах республики. В Бресте ритуал прошел на территории Брестской крепости. Уже по традиции именно здесь, на земле священной цитадели, проходят такие важные мероприятия. В присутствии представителей местной вертикали власти своих командиров и родителей военнослужащие поклялись с честью и достоинством нести службу, продолжать традиции, заложенные поколением ветеранов Великой Отечественной войны, быть верными и преданными вечным идеалам и ценностям белорусского общества. На мероприятии побывала и наша съемочная группа. Подробнее в сюжете Анастасии Ноздрин-Плотницкой. Еще каких-то несколько недель назад учебные занятия на полигоне и тренировки на территории соединения оказались этим юношам чем-то далеким и неизвестным, как и в принципе военный быт. Сегодня все это стало неотъемлемой частью солдатской жизни. Подъем по расписанию, наведение порядка на территории, проведение теоретических и практических занятий. Позади начальные уроки курса молодого бойца, впереди первый прыжок с парашютом и, конечно же, присяга. Молодежь, как бы она ни воспитывалась в семье, здесь немножко другая структура и они попадают в воинский коллектив. Все разные по-своему, но каждый стремится и шел сюда в армию не для того, чтобы там просто отбыть время, а все-таки шел на самом деле стать мужчиной, защитником своего отечества. Военнослужащие 38-й отдельной десантно-штурмовой бригады в соединении с большой историей и традициями. Служба здесь непростая, но в то же время многоплановая. Образовательная составляющая включает в себя большое количество учебных элементов и в некотором смысле совмещает практически все военные дисциплины. Служить сюда идут, как правило, осознанно. Многие специально готовятся, чтобы после года или полутора лет обязательного срока остаться в части и дальше. Здесь великолепно, хороший коллектив, подход к каждому. Питание хочу отдельно выделить, то, что говорили на гражданке, не очень. Здесь великолепное питание. По мне, можно даже сказать, что сильно не похудел, как говорится. Сбалансированный к каждому подход. Я с этой целью, скорее всего, шел сюда. Для того, чтобы остаться здесь, служить на камерах. И вот он настал, этот ответственный момент. Момент принятия военной присяги. В присутствии родных и близких на площади церемониалов каждый из этих вчерашних мальчишек дал клятву верно и преданно служить своему отечеству. Всего в стране сегодня слова этого особенного обещания произнесли порядка 7,5 тысяч военнослужащих, призванных на срочную службу, и около 2 тысяч на службу в резерве. Более 650 из общего количества – молодое пополнение Брестского гарнизона. Физически здоровые ребята. В этом году мы набрали впервые 110 человек на 40 человек больше, чем обычно. У нас резервистов 40 военнослужащих проходит подготовку. Для любого военнослужащего, от генерала до солдата, день принятия военной присяги запоминается на всю жизнь. И мы сегодня являемся свидетелями, как здесь, на территории Брестской крепости, героической Брестской земле, с каким трепетом, волнением молодое поколение принимает присягу и вливается в ряды защитников нашей Родины. Волнительным ожидание присяги было для военнослужащих всех подразделений гарнизона. Поэтому слова торжественного обещания проходили через каждое сердце, которое в этот момент билось по-особенному. О том, почему сегодня проведению этого военного ритуала отводится такое большое значение, не раз звучало с трибуны во время митинга. Храните традиции тех солдат, которые в 41-м году заложили победу 45-го года. Власти, области и города будут делать максимально возможное, чтобы ваша служба, товарищи бойцы, была полноценной, наполненная событиями не только боевой подготовки, но и вовлечения вас в культурную и историческую жизнь нашего славного города. Я желаю вам удачи в боевой подготовке. Я желаю родителям, родным и близких военнослужащих спокойствия на сердце и знайте, что ваши дети служат не только в лучшем гарнизоне, в Брестском гарнизоне, но и служат в лучшем городе, в городе Бресте. Это люди, которые сегодня закончили высшее образование, институты, вузы, среднетехнические образования. Также, кто изъявил, наоборот, после окончания школы, сразу испытать себя в защите нашей Родины. Большинство, конечно, из них будут служить в Брестском гарнизоне. Это 38-я воздушно-десантная бригада, органы пограничной службы, но также будут ребята выполнять свой долг и на территории Республики Беларусь, в других областях. Боевая учеба, участие в международных стратегических мероприятиях, соревнованиях и конкурсах. Все это впереди. А пока за внешней маской непоколебимости и серьезности. Каждого юношу переполняют особые эмоции, ощущения радости и гордости за этот ответственный шаг, сделанный ради Отечества, ради семьи и близких. К слову, уже сегодня родители смогли лично расспросить своих защитников о первых впечатлениях от службы. Сразу после окончания торжественного мероприятия военнослужащим молодого пополнения было предоставлено первое в их жизни увольнение. Субботняя программа «Бугинформ» посвящена главным событиям недели. Я, Виктория Сащенко, продолжаю выпуск. Женское лидерство – относительно новая тема в социальной психологии. Ученые связывают это с тем, что долгое время представительницы прекрасной половины человечества находились во внепроизводственной сфере и не претендовали на место в широком социуме. Однако, сегодня эта проблема стала на один уровень с международными вопросами и имеет долгосрочную перспективу. Открываются специальные школы для женщин-руководителей, формируются группы по интересам. Брестский регион и Брест в этом смысле не стал исключением. Здесь женское лидерство представлено не менее полно и разнопланово. О том, как же на самом деле живется дамам с наполеоновским характером и как они добиваются успеха, узнавала Анастасия Ноздрин-Плотницкая. 21 век для мирового сообщества во многом стал веком утверждения новых ценностей и идеалов. Из прошлого столетия пришли трансформировавшиеся формы и методы работы, определились перспективные стратегии развития. Из века 20-го на новый виток развития вышла и стратегия женского лидерства, которая сегодня получила в обществе новое звучание. Цели устойчивого развития отличаются от целей тысячелетия тем, что ставка делается на все категории населения и на все регионы, и на развитие гражданского общества. Поэтому проблемы лидерства, наверное, в большей мере касаются наших регионов. Мы сейчас подготовили пятый план по гендерному развитию. И в плане там тоже написано, что создать постоянно действующую школу лидерства. Партнерами проекта по инклюзивной Беларуси является Академия управления. Поэтому здесь большая группа присутствует преподавателей, профессор, преподавательство профессорского состава. Успешная бизнес-леди, директор со стажем, грамотный управленец, опытный руководитель, мама и просто красавица. Современная женщина вобрала в себя все эти роли и успешно справляется с ними, при этом по-прежнему являясь хранительницей домашнего очага. Еще каких-то сто лет назад такой перечень казался представительницам прекрасного пола, грузом неподъемным. Сегодня они имеют шанс получить хорошее образование, построить карьеру, стать известной медиаперсоной. Чтобы уметь совмещать в себе все эти роли, а также быть, что называется, в тренде, брестские женщины-лидеры участвуют в международных мероприятиях в рамках программы ООН и Академии управления при президенте. Нужно очень сильно любить свое дело, свою работу, свою семью, и ради этого уже двигаться вперед. Потому что без этого никак женщина не может существовать, ни как лидер, ни у себя на работе, ни у себя дома. Нужно очень-очень сильно что-то любить. Лариса Малявка, руководитель образовательного центра с большой историей. Школа «Майбэби» уже давно зарекомендовала себя как площадка для формирования всестороннего развития талантливых детей. Как и все большое, история учреждения начиналась со всем маленького объединения. Но плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. И именно желание создать в Бресте центр, который стал бы хорошей образовательной помощью для юных жителей областного центра, двигала женщины. Так и получилось. Как раз в своей работе стереотипов женщина или мужчина по гендерному принципу никаких тут различий нет. Потому что это образование, и естественно у нас большинство женщин, и к женщинам-руководителям все относятся абсолютно адекватно и нормально. Пример Ларисы Малявка для Бреста не единичный. Женское лидерство сегодня стало очередным феноменом. Новая ступенька в развитии общества. Своим теплом, любовью, заботой активные брещанки стараются охватить всех нуждающихся в этом. И у них это получается, как и у их коллег из других регионов страны. Значение женского лидерства высоко оценивается и на уровне республики. Современная структура белорусской власти и бизнеса – это стройный механизм, в котором в равной степени задействованы и мужчины, и женщины. Беларусь, согласно международным критериям гендерного равенства, имеет одну из лучших позиций среди стран СНГ. В основном это люди, которые достигли определенной планки своего развития, своего личностного выражения, самореализации. Очень много у нас руководителей предприятий, предпринимательский сектор у нас хорошо представлен. Но вместе с тем мы сегодня хотим тоже развить еще одно направление. Это содействие женскому предпринимательству. Очень часто звучит тема самозанятости, очень часто звучит то, что люди хотели бы открывать свой маленький частный бизнес, семейный бизнес. Но как это сделать, многие затрудняются. Поэтому помощь должна быть не только на уровне государства, но помощь должна быть и со стороны общества, конкретно со стороны той же самой общественного объединения, в котором вы состоите. У нас этот вопрос решается в правильном направлении. И мы занимаем лучшие позиции среди стран СНГ. И по женскому лидерству, и по гендерному развитию. Входим в группу стран с высоким уровнем развития. И по гендерному релайнству. То есть те индикаторы, которые касаются гендерной проблемы, у нас в Беларуси хорошие показатели. Она мудрая и целеустремленная. Она строгая и заботливая. Она такая, она женщина. Но несмотря на свою внешнюю активность, эмоциональность и амбициозность, каждая дама чувствует себя по-настоящему счастливой только тогда, когда у нее есть надежное плечо, на которое можно опереться в трудную минуту. О других событиях. Брестский областной кровеческий музей сегодня имеет 23 коллекции из порядка 200 тысяч музейных предметов. Одна из них – коллекция часов. Она создавалась не один десяток лет. Экспонаты уникальные. Одни появились в XIX веке, другие – в XX. Многие из экземпляров проделали долгий путь перед тем, как попасть в Брест. По выставленным на экспозиции часам можно отлично проследить историю становления и уничтожения советских заводов, ознакомиться с продукцией мировых марок, сравнить изготовителя отечественного и зарубежного. Выставка под названием, который час не оставила равнодушными брещан. В этом убедилась наша съемочная группа. София Бережная продолжит тему. Одни из них привозили из Европы в качестве трофеев, другие вывозили как контрабанду. История о том, как попали в нашу страну те или иные часы, удивят не только знатока, но и простого обывателя. Модели из Швейцарии, Германии, Франции, США и других стран – и все в одном месте. Создание такой богатой коллекции – дело не одного десятка лет. Первые часы были переданы в Брестский кровеческий музей в 1953 году. Сегодня коллекция насчитывает 155 предметов. Часы настенные, напольные, консольные, карманные, будильники и секундомеры. Каждый экспонат со своей историей встречается даже редкие экземпляры. Уникальные экспонаты были переданы в музей Брестской таможни. Часы были задержаны стражами границ, привозили на территорию Белоруссии исследования транзитом в страны СНГ. Редкие модели были изготовлены фирмами, известными на весь мир. Красота и изящество серебряных и золотых каминных и консольных часов обращают к 19 веку. Дворцовая роскошь и лоску. Настенные поражают изобилием видов. Все они не похожи, изготовлены в основном из керамики, дерева и металла. Значимость другой части коллекции состоит в том, что они принадлежат людям известным, в том числе и нашим землякам. Часы Машерова, Хруцкого, Корвата, Гвишани и это лишь пара знакомых фамилий. К 250-летию со дня рождения нашего выдающегося земляка Тадеуша Костюшко производственное объединение «Луч» выпустило юбилейные часы. В 1997 году в Республике Беларусь прошел первый съезд учителей. И вот к этому событию объединение «Луч» выпустило сувенирные наручные часы для всех делегатов съезда. Они также представлены в этой витрине. Здесь же есть часы юбилейные, выпущенные Брестским заводом «Цветотрон», настольные, наручные, 55 лет освобождения Бреста, 980 лет Бресту, 60 лет Брестской области. На экспозиции представлена богатая коллекция часов, изготовленных заводами Советского Союза. Это наручные мужские и женские модели, знаменитые будильники. Гости выставки с особым интересом рассматривали эту часть коллекции, вспоминали юность и детские годы. Родной советский будильник, с которым мы росли, начиная с младенчества и заканчивая. Ну, вы знаете, я до сих пор пользуюсь будильником, я никогда не завожу часы, будильники на телефоне. На телефоне, если только в командировке, не дома. А дома у меня все равно есть будильник. Но вот эти вот будильники, они именно вот из детства, из юности. Мне очень нравятся настенные часы, настенные часы и напольные часы. Во-первых, у меня всегда именно ассоциации с замками и с дворцами, в которых приходилось бывать. И там вот эта вот красота, она сохраняется до сих пор. И затем мне очень понравились часы карманные, потому что вот этот колорит, знаете, вот это достаток, респектабельность, когда у мужчины есть вот эти карманные часы. Старинные редкие часы ассоциируются с антикварной лавкой, ведь именно там можно было их приобрести. Что они представляли собой в прошлом веке, знает не каждый. Сотрудники музея предложили гостям ознакомиться с антикварной лавкой, такой, какой она была примерно 100 лет назад. О том, что выставка оставила положительные впечатления у брещан, говорить не приходится. До официального открытия экспозиции на ней уже побывало множество посетителей. Многие из них изъявили желание подарить свои редкие модели. Музейщики инициативу поддержали. Выставка часов в Бресте проходит впервые. Ее вполне можно назвать ярким и значимым событием в культурной жизни города. Экспозиция будет работать до 29 января. А потому у брещан, не успевших лицезреть уникальную коллекцию, еще есть возможность это сделать. София Бережная, Дород Букунович, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. Продолжаем выпуск. Здравствуйте, дорогие читатели. С вами книжный шкаф и я, Дарья. С этих слов вот уже несколько лет подряд начинаются небольшие видеоролики Катерины Таберко. В творческой мастерской, расположенной прямо в детской ведущей книжного шкафа Дарьи, каждый раз начинается новая история. Сегодня мы читаем книжку для самых маленьких, кто как. Из интерьера письменный стол и несколько книг, конечно же, любимых. Каждую из них девочка тщательно подбирает вместе с мамой Катериной. Просто да, однако за внешней обыденностью скрывается глубокий смысл. Приобщить малышей и их родителей к интересным литературным произведениям. А они, в свою очередь, помогают развивать логику и мышление. В свои пять Дарья хорошо рисует, играет в шахматы и с легкостью цитирует классиков русской литературы. Ищут пожарные, ищут милиция, ищут сладугры в нашей столице, ищут давно, но не могут найти парня какого-то лет 20-ти. Среднего роста, плечистый и крепкий, при том белой футболке и кепке, знак ГТО. Но в груди у него больше не знают о нем ничего. Любовь к литературе у Катерины Таберко появилась еще в раннем детстве. С этого времени она стала собирать библиотеку, которая со временем переехала в собственную квартиру. Сегодня в большой коллекции огромное количество изданий разных жанров, которые легко могут послужить сценарием для новых видеороликов. Это такое хобби, которое позволяет расширить круг общения. Я нашла очень много близких мне по духу людей, девочек, которые тоже увлечены книгами и воспитанием детей. И потом я могу посвящать много времени своей семье, потому что хобби со временем переросло в работу, и теперь я работаю дома, это очень удобно. Просветительскую миссию Катерина Таберко уже давно заметили на просторах интернета. В 2016-м во второй раз читатели номинировали блог автора на премию «Лучший книжный блогер Рунета». Заслуга в этом, уверена Катерина, всех участников творческого процесса. Каждый из них внес свой вклад в общее дело – формирование литературной культуры берестейцев. Книжный шкаф, как и положено, вобрал в себя лучшие из мировой литературы. Грамотную речь формируют книги. Чем больше ты читаешь, тем больше образов ты себе представляешь. Ведь только книги развивают воображение. Не мультфильмы не оказывают такого действия, не кинематограф. Сегодня блогинг для Катерины Таберко из обычного хобби стал второй профессией, в которой она развивается и реализуется как личность. А свободные минуты талантливая женщина и мама по-прежнему с удовольствием проводят в компании детей за чтением любимых книг. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Андрей Щерб, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. И это все на сегодня. Сразу после прогноза погоды вы окунетесь на нашем канале в мир киноприключений и документальных сериалов. Так что не переключайтесь. Кто не успел увидеть нас в эфире, есть возможность посмотреть программу на сайте телекомпании буктв.биуай, а также на нашем канале в YouTube. Напоминаем, Буктв вы можете смотреть в базовом пакете интерактивного телевидения зала, включив 111 канал. Я, Виктория Саченко, с вами прощаюсь. Пусть новости в ваших домах будут только добрыми. В воскресенье 11 декабря погоду в Бресте будут формировать в основном атмосферные фронты, перемещающиеся с Западной Европой. Будет пасмурно, сыро и ветрено. Пройдут дожди различной интенсивности. Западный порывистый ветер в ночные часы днем сменится на умеренный. 7-9 градусов со знаком плюс в ночные часы до 7 и выше нуля днем. Уже в понедельник в Беларуси вернется зима. Холодный воздух распространится на большую часть страны, в том числе и на Брещину, постепенно понижая температуру. И если ночью в областном центре будет еще плюсовая температура 1-3 градуса, то уже в течение дня столбики термометров покажут минус 1-3. Кратковременный мокрый снег с дождем, слабый гололед на дорогах гололедица и северный порывистый ветер ожидают Брещан в начале недели. ГАИ призывает граждан и автомобилистов быть предельно внимательными и осторожными из-за текущих погодных условий. А медики рекомендуют особенно пожилым людям без надобности не покидать дома. Субтитры создавал DimaTorzok